Марина Викторовна, бюджет Ольгойской области на 95% ориентирован именно на социальные программы, но рассчитывались они, исходя из прежнего курса доллара, а сейчас доллар подрос. Будут ли закрыты какие-то программы, либо как-то урезаны финансирования? Нет, дело в том, что наш бюджет действительно во многом социальный и мы исходим из того, что прежде всего в расчет принималось следующее правило, что соблюдение всех и сохранение публичных обязательств и сохранение всех социальных программ в полном объеме, никоим образом не усекая ни одной из них. Сохраняются все виды выплат для семей с детьми, для граждан пожилого возраста, все льготы и социальные гарантии, то есть у нас нет сокращений ни по одному из направлений, все публичные обязательства будут выполнены. И могу привести пример. Вот, к примеру, мы в текущем году выплачиваем более 20 видов пособий и получателями их являются свыше 63 тысяч тульских семей. Так вот, на следующий год на эти цели закладывается средств по отношению к текущему году больше. Если в этом году мы потратили более 8 миллиардов рублей на различные виды пособий по семье, материнству и детству, то на следующий год уже более 9 заложено с учетом коэффициента инфляции. А какие программы все-таки по линии вашего министерства самые затратные? Ну, самая затратная программа – это вопросы демографического развития, потому что она многоаспектна, там много подпрограмм, которые затрагивают и вопросы непосредственно, те, о которых я сказала, меры социальной поддержки семьи, материнства и детства – это организация отдыха, оздоровления наших детей. Ежегодно объемы по этой программе увеличиваются, поскольку и растет число оздоровляемых детей, и, скажем так, усиливается профильная составляющая, что тоже трепует затрат. И есть там подпрограмма по поддержке муниципальных оздоровительных учреждений. Мы улучшаем таким образом их материально-техническую базу. Я процитирую губернатора. У нас область минусующая по населению, к сожалению, продолжает оставаться таковой. Смертность превышает рождаемость. Это связано с тем, что 36% жителей – люди пенсионного возраста, но дефицит мы сокращаем. Как сокращаем? Да, действительно, пока у нас население убывает, но важно здесь и сделать акцент на том, какими темпами. У нас значительно сократился темп убыли населения. Насколько? На сегодняшний момент еще не подведены итоги текущего года. Мы как бы оперируем оперативными данными по итогам 10 месяцев. Я могу сказать, что по итогам 10 месяцев у нас на 289 детей больше родилось по сравнению, чем с прошлым годом. И почти на 700 человек умерло меньше по сравнению с прошлым годом. И могу сказать, что сокращение темпа убыли населения приближается к 8%. Для нас это результат, которого мы не видели более 20 лет. А в сравнении с другими субъектами мы как выглядим? Могу сказать, что этот процесс характерен устойчивого развития, хорошего для многих субъектов Российской Федерации. И пока нам удалось только на одну планку повыше подняться по отношению к другим субъектам Федерации. Но здесь я бы не стала сравнивать с какой степени. Наш регион отягощен рядом последствий, которых нет в других субъектах. Посмотрите, как у нас складываются факторы изначально, которые серьезно повлияли в целом на демографический перекос. Это чернобыльский след, это ликвидация подмосковного угольного бассейна, это самое старое население в Российской Федерации. И самое, я бы сказала, одно из самых низких численностей женщин фертильного возраста. Все вкупе это дает отягощающие вот такие, я бы сказала, последствия. Но вместе с тем, несмотря на это, в последние три года у нас серьезный прорыв сделан в этом направлении. И пособия увеличены, и приняты новые пособия. Вот, к примеру, с 1 июля текущего года по реализации посланий нашего губернатора Владимира Сергеевича Груздева 24 апреля текущего года нашему законодательному собранию введены два пособия. Это 4000 рублей для семей, которые проживают в чистой зоне по уходу за вторым ребенком от полутора до трех лет. Мы, в общем-то, к этому шли предметно и понимаем, что это влияет и на то, чтобы более себя спокойно чувствовали те, кто рождает детей в чистой зоне, и не стремились прописаться в загрязненной зоне. У нас, к сожалению, есть такие факторы. Вот эта мера, мы полагаем, будет уже их стимулировать к тому, чтобы все было законно, правильно, и все-таки это помощь. Мы хотим, чтобы у нас дети рождались в раннем возрасте у молодых пар, нежели за 30. Сейчас есть тенденция откладывания первых родов, а в свою очередь это влечет к тому, что и не всегда готовы родить второго и последующего ребенка. Поэтому принято решение, эта норма также с 1 июля введена пособие в 6,5 тысячи рублей для студенческих семей. И здесь, независимо от очередности рождения, от 0 до 3 лет пособие такое выплачивают. Ежемесячно? Ежемесячно, да, тоже в чистой зоне. И введен институт социального помощника для молодой мамы. Уже 18 мам пользуются им, различные виды услуг оказывают. Это и о приобретении продуктов, и лекарственных препаратов, и уборка квартиры, и присмотр за старшим ребенком, то есть в зависимости от потребностей. А кто выступает в роли социального помощника? Социальный помощник, это так и называется, социальный помощник. Введен институт и наш комплексный центр социального обслуживания. Согласно обновленному законодательству, мы эту услугу уже в реестр предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания ввели. И я думаю, что она будет очень хорошо развиваться и поможет нам в дальнейшем. В 2015 году региональный материнский капитал будут выплачивать? Конечно. Он принят был с расчетом на фиксированный период, но, скажем так, завершается этот период, фиксированный в 2024 году, и, соответственно, время еще есть, и мы посмотрим, как он будет востребован и будет развиваться. Но пока предпосылок для его отмены не видим. И могу сказать, что в этом году он составляет 55 400 рублей, а в следующий год он будет проиндексирован не менее чем на 5,5%. Самая болезненная тема последних несколько месяцев – проект постановления правительства о сокращении чернобыльских зон. Во многих муниципалитетах народ выходил на площади и просил эту меру не принимать, этот проект постановления не принимать. Но Госдума одобрил законопроект, по которому там все просто отдается на утку по регионам. И вроде как регион уже должен решать, что там у него там надо сокращать, не надо. Но такой интересный хитрый ход. По факту, что у нас будет в Тульской области с чернобыльскими зонами? Я бы не стала отождествлять два этих хода, хотя они все звенья одной цепи вокруг загрязненных территорий. Отвечу на первый вопрос, что да, действительно, такой проект был размещен на соответствующем ресурсе электронном. И вызвал волну возмущений не только в нашем регионе, но и в других субъектах Российской Федерации. Могу сказать, что у нас достаточно предметно к этому подошло правительство Тульской области. Очень настойчиво, системно и последовательно выразил свою позицию наш губернатор Владимир Сергеевич Груздев. Поскольку были направлены письма и в правительство Российской Федерации, и во все профильные министерства. Это труда и социальная защита, Министерство финансов, Министерство чрезвычайным ситуациям. И, соответственно, были проведены многие такие полезные совещания с общественностью, где приняла активное участие наша палата общественной Тульской области. Своё мнение по этому поводу выразила Общественная палата Российской Федерации. И все эти мнения совпали в чём? Что такое решение преждевременно. Поэтому на сегодняшний момент такое поставление не принято. И мы работаем по действующему законодательству. Все выплаты сохранены и осуществляются своевременно и в полном объёме. А что касается принятия закона, то он касается изменения формата финансирования. Двух направлений. Оба они вокруг выплаты пособия по уходу за ребёнком в территориях загрязнённых. Если ранее эти средства проходили через управление казначейством, то теперь они будут приходить в управление социальной защиты населения по месту жительства получателя. И это даже правильно, поскольку все, скажем так, были аккумулированы базы данных в управлении социальной защиты населения, недоставало только одно, потому что речь идёт о получателях пособий, работающих и получающих через вот именно казначейство детское пособие. А социальная защита платила только неработающим. Теперь весь ресурс будет сосредоточен в одном месте. То есть Кобла взяла на себя большие обязательства по предоставлению квартир детям-сиротам? Мы выполним эти обязательства? Безусловно, для этого прилагаются все необходимые усилия. В этом году мы выделяем детям-сиротам 289 квартир. И хочу сказать, что на 2015 год мы планируем приобрести не менее 450 квартир ребятам, и в последующий период до 800 квартир. И уже в 2017 году очередь закрыть и перейти на текущее обеспечение. А какую квартиру они получают? Ведь есть какие-то стандарты, да? В принципе, стандартов нет. Есть рекомендации, когда мы выделяем не менее 35 квадратных метров на человека. Это однокомнатная квартира, достаточно хорошая, удобная. И мы всегда знакомим ребят, прежде чем их вселять и вручать ключи, с той квартиры, где они будут жить. И в принципе, в последнее время и не было никаких возражений. Кроме того, мы предоставляем только новое жилье. Вторичное жилье просто его сейчас даже и не приобретаем. В этом году большое количество беженцев приехало с юго-востока Украины. И в самом начале их размещали в пунктах временного пребывания. Они более рассчитаны на теплую погоду. Сейчас зима. Где живут? Живут в пунктах временного размещения. Но мы в области поступили таким образом, что намеренно в оздоровительных учреждениях размещали только в экстренных случаях. Совершенно небольшое число граждан понимает, что их придется перемещать. И в нашей области достаточно хорошо сориентирован негосударственный сектор. И мы сейчас даже те государственные учреждения социального обслуживания, как правило, граждан пожилого возраста и инвалидов, уже освобождаем, переводя в негосударственный сектор. На сегодняшний день это 25 пунктов временного размещения. И проживает там вот сегодня 1910 граждан. А всего у нас в области уже более 7,5 тысячи проживают граждан Украины. А сколько из этих 7,5 тысяч решили принять участие в программе по переселению соотечественников? Да, у нас такая программа хорошо работает в области. И могу сказать, что мы значительно увеличили в этом году ее показатели. Если в начале года плановый показатель был 3200 граждан, то затем мы в середине года сориентировались на 5000 и получили дополнительное финансирование из федерального бюджета. И сегодня мы приняли соотечественников в область более 5300 человек. То есть мы превысили и эту линейку. Могу сказать, что почти 40% из этого числа граждан Украины. Смотрите, ведь есть регламент, принятый недавно, специально для граждан Сюго-Востока, чтобы оформлять им документы за 15 дней. По факту очень многие нам звонят и спрашивают, 2 месяца прошло, 3 месяца прошло, а я еще в этой программе документы не получил. Почему такая задержка происходит? Ситуации абсолютно разные, зависят от конкретного индивидуального случая. Могу сказать, что мы сейчас перешли вообще на ускоренный режим, и миграционные службы работают строго именно в этом лимите времени 15 дней. И даже есть случаи, когда удается пораньше. Но есть ситуации, когда по запросу определенных документов затрачивается большее время. Это если в каких-то определенных органах люди работали, либо связано с каким-либо исполнением обязанностей в Украине, и которые требуют дополнительной проверки. Вот с чем это связано. Это все индивидуально. А общего массового подхода, который бы растягивал вот эту процедуру до 2-3 месяцев, уже нет. Мы заинтересованы в том, чтобы максимально ее сократить. Поскольку мы же понимаем, что на содержание граждан Украины затрачиваются бюджетные средства в рамках пункта временного размещения. И мы заинтересованы в том, чтобы своевременно оформить все необходимые документы по временному проживанию, по включению в программу и по выведению на уже вхождение в права как гражданина Российской Федерации, что позволит им своевременно трудоустроиться и выйти на стабильный самодостаточный путь. И когда граждане осознанно принимают наше предложение, нам все это удается. То есть, по сути дела, у нас уже 2 человека граждан РФ, более 3 тысяч – это уже участники программы. И многие уже в стадии, скажем так, завершающей по оформлению документов. И могу сказать, что если мы рассмотрим число 7500, 2600 – это дети, а 2750 мы уже трудоустроили. Если мы минусуем пенсионеров, инвалидов, женщин, которые осуществляют уход за маленькими детьми, у нас очень высокий процент трудоустройства из вот как раз тех контингентов, которые бы хотели работать. И мы полагаем, что они останутся именно проживать на территории Тульской области. Мы в этом заинтересованы, поскольку это русскоязычное население, которым не чужды наши традиции, хотя им, надо признать, приходится нелегко. Ментальность несколько иная. Но вместе с тем они готовы при определенной нашей помощи и входить в наши традиции, и обучать детей в наших школах, стараются. Но случаи бывают разные. Но вместе с тем, хочу сказать, что чувствуется общее такое настроение помочь людям адаптироваться, которые пережили достаточно серьезный стресс. Ведь многие из них прибыли, по большому счету, ничего не имея за душой, кроме как документов в руках и маленького скромного пакета со сменным там бельем или обувью. А у некоторых и сменного пакета не было, только документы на руках. Поэтому хотелось бы выразить благодарность всем гражданам Тульской области, которые нас слышат, помогают в обеспечении их теплой зимней одеждой, продуктами питания, вот на первый случай, предметами ухода. Это очень важно, потому что все-таки надо понимать, наш сегодня вот единый такой дух должен быть направлен на то, чтобы сохранить мир и помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Вот первый такой посыл состоялся. И не зря именно 7,5 тысяч пришли в Тульскую область и выбрали Тульскую область. Значит, мы умеем быть милосердными. Спасибо вам за интервью.